недавно позвонил также мой один знакомый с украины когда был в дороге вернее я ему позвонил общаясь с ним он мне сказал что он развелся с женой с которой был 25 лет двое детей я говорю произошло что-то страшное непоправимое что ну от чего почему нет просто слово за слово какая-то обида где-то где-то что-то накопилось за столько лет и в один момент они выплеснули это друг на друга и семья распалась это последствия каких-то обид и недопонимания это последствия того что один от другого требовал чего-то чего или не обговаривали или не могли дать друг другу чего-то знаете вот например муж приходит с работы домой сидит и молчит многие поймут меня в том числе у меня тоже такое было приходит и молчит да и ждет когда жена кушать поставит все для того чтобы как бы наполнить свой желудок и настроение поднялась но не всегда так происходит да потому что есть детки за которыми ухаживает жена есть много забот хлопот и не всегда так получается и знаете можно обидеться и больше не разговаривать до самого утра многие улыбаются наверно тоже были замечены в этом и вот саму мысль уловите ту что мы себя иногда настраиваем не получаем обижаемся и ходим потом не свободны и тем самым открывая место давая место дьяволу который потом цепляется за каждую за каждую причину чтобы ходить и клеветать за это чтобы делать человеку проблему и эта проблема она углубляется проходят года рушатся семьи также когда мы ехали мы заехали на одну заправку это была ночь где-то 4 утра это же ночь и я увидел одну маму неопределенного возраста потому что но она видать неправильный образ жизни ведет и там не поймешь сколько и лет и с ней бегал маленький сынок где-то пять лет ему было такой длинной майки в такой у него рукава были до пола она ходила там ходит курить собака еще с ними какие-то сумки я думаю 4 или 5 утра я точно время не помню я смотрю знаете ну мне было обидно до слез за этого малыша я задавал богу вопросы боже а почему я не мог понять но думаю а почему страдают дети а почему оказывается что войны не надо для того чтобы дети становились сиротами глядя на то что распадаются семьи на то что даже как позвонил мне этот знакомый до семья распалась я говорю ты оставил детей сиротами он не говорит ничего нет я буду помогать да ты будешь помогать но завтра придет другой который будет пытаться этих детей сделать как своими но своими они ему никогда не будут и при живом отце это будет происходить как как себе это представляешь ну такой вот разговор мы имели некоторое время он молчал я думаю он понимал о чем я говорю ему то есть сама мысль то что вот этими вот обидами непрощением вот этими не 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 договорками рушатся семьи рушатся церкви рушатся целые страны как тактика дьявола когда человек обиженный если вы обратите внимание человек не хочет разговаривать человек замыкается человек прячется и этому человеку тяжело с кем-то заговорить и чем больше человек в чем-то замыкается он не может это высказать тем больше у него накапливается он себя накручивает в этом в каком-то обстоятельстве если на самом деле разобраться взять любого человека и начать с ним разобраться и более глубже вникать в проблему которая произошла то там оказывается проблема не такая уж и проблема и человек потом смотрит на это и думает а правда ну а ничего такого толком и не произошло а для чего было столько лет потрачено для чего почему мы столько лет молчали и дьявол он хочет закрыть потому что когда человек начинает разговаривать пускай этот разговор не сразу клеится пускаем не сразу начинается с чего-то правильного там с объятий каких-то прости прости нет начинаются разборки определенные но это разборка когда разбирается дело в итоге она приносит результаты люди начинают разговаривать по крайней мере